солнышко заходит я как раз последний момент примчался на островах искупаться только для этого низко солнышко 9 час поди понадобилось мне 40 минут это от момента когда я выхожу из дома и вставляю ногу стрима а точнее прищелкиваю ботинок педали 40 минут много или мало отличная тренировка во-первых надо заметить что 40 минут не просто не выкинуты на езду в транспорте часы минуты а велотренировка где я выбираю темп какой хочу либо умеренный либо повышенный либо чередую что часто бывает одни участки проезжаю очень быстро другие медленно в этом случае наверно 40 минут немного для того чтобы приехать вот такую красоту можно и за 30 приехать на самом деле почти 31 32 минуты думаю но сегодня грех торопиться можно просто наслаждаться жизнью и творить асанну природе или всевышнему все равно как я вон тут вечно церкви до конца этого залива разворачивать ого хорошо что склонно а а фу мог бы выехать раньше но весь день опять я потратил на подготовку по ходу. На этот раз я сочинял нечто такое, весьма удобное, но довольно оригинальное. Но домашний конструктор реализовался. Мой конструкторский дар реализовался в домашней сфере, в узкой прикладной сфере. И вот у этого чехла, он отменный чехол, влагозащитный более-менее, крупный. Мой смартфон отлично подходит. У этого чехла обычное шарнирное крепление с одной точки крепления, которое по сути является ерундой, как всякое шарнирное крепление, сделанное из пластмассы. Но зато есть у меня вот такое чудное алюминиевое крепление. Обычная механика. У меня уже два крепления. Надежное, хорошее. Здесь винт. Я решил заменить шарнир этим креплением. Это, как бы, крепление должно сыграть роль шарнира. Оно нужен какой-то переходник, и я этого сочинил. Причем, такой переходник, чтобы был достаточно эластичный. В случае какого-то случайного удара в походе по этому держателю, чтобы он не сломал все на свете, чтобы конструкция не сломалась, а просто расцепилась. И здесь вот такое мягкое крепление. Я уже придумал пару лет назад такую штуку. Это можно снять. Устанавливается очень просто. Ставишь, зажимаешь. А, да, мы еще. Бывает так, что такие необыкновенные ситуации, что может дороги у тебя просто все вылететь. Поэтому, если уже чехол этот выбит полностью из этого держателя, то он просто будет болтаться у меня. Такое бывало. С навигаторами я не раз. При попадании в рытвину какую-то на большой скорости. Поэтому навигатор у меня гарминовский спасался. Вот таким вот образом. Он болтается после удара. Это очень важно. Ставим, закручиваем. Можно вообще крепко. Плюс мое усовершенствование. Я не люблю вот эти вот замки. Они быстро выходят из строя. Поэтому здесь они используются частично. Снизу там сделан крючочек небольшой. Крючочек. Здесь резинка. Кольцо. Раз. Вынул. Посмотрел, что надо. И опять закрыл. В результате молнии практически не использую. Они встают в каком-то таком положении. Постоянно. Я уже практиковал такой метод. Выкрываешь вот так. В дождь можно закрыть. Но это бывает очень редко. Все. Такой вот конструкторский ход. И на это вот все. У меня ушло 5 часов чистой работы. Плюс надо убрать со собой рабочее место. Покушать. 5 часов чистой работы. На такую ерунду. Казалось бы жалко времени. Но с другой стороны. Когда уже что-то ты отлично продумал. Со всех сторон. И когда ты пользуешься уже. По продуманной методике. То никаких у тебя не может быть дурных неожиданностей. Все. Переодеваемся. И в воду. Ну вот фонарики засветились. Замерз я однако. Надо разогреваться. После купания. Никак не могу согреться толком. Рукав короткий. Шорты короткие. Но от асфальта тепла больше. Чем от песка. А асфальт все-таки сильнее нагревается. У меня он черный. О, турбольчик. Что здесь такое? Ох, видно. Я думал. Бордюр. Ух, согреваюсь. Жар идет накопленный за день от асфальта. Так это приятно. О боже. А то я совсем задубел. Честно признаюсь. Ух. 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 Отлично. Ух. 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 Продолжение следует...